Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Пришел к нам сезон дождей. Сегодня мы с вами посмотрим состояние виноградника как раз-таки после этих самых дождей. Маленькое предисловие. У нас стояла жара в июне, у нас стояла жара в июле. В конце июля, где-то в 20-х числах, начали потихонечку приходить дождики. Стало вылазить мильдью. Ну, потом еще тоже стояла теплая-теплая погода. И, наверное, последних неделей-полторы у нас очень часто идут дожди. И не только часто, их идет очень много. И буквально два дня назад на этих моих песочках пролился такой дождь, что даже вот там, песчаная дорога, даже там стояли лужи. Хотя для этой местности лужи это крайне-крайне редко. Прямо после дождя они могут постоять, и буквально через 15 минут их нет. Это потому, что земля совсем песочек такой строительный. И все как сквозь сито проходит. Но уже вылилось, так вылилось, я не знаю сколько. Ну, наверное, за весь летний сезон кто-то там точки собрал и решил, что нате вам уже воды. Ну, и, конечно, такие ливни не могли пройти бесследно. Но мы с вами пойдем посмотрим, что же у нас происходит. Первое, поговорим немножко о болезнях. Вот там у нас тасон. И несмотря на то, что была проведена обработка системным препаратом, между прочим, ридамилом, буквально там через 5 дней, 6, на тасоне вылезла мильдия во всей красе. И как-то оно лезло, лезло, и очень тяжело было с ним справиться. Благо у меня есть замечательное, волшебное средство. Это термофильный чай. И я все-таки считаю, что именно благодаря этому термофильному чаю вот эта самая мильдия удалось победить. Там у нас верхушечки, конечно, может быть отсюда не особо хорошо видно. Но верхушки все чистые, молодой прирост весь чистый. И, как я уже сказала, то есть дожди. Это не то, что вот сегодня дождик прошел, а дожди идут уже некоторое время с небольшими перерывами. Тем не менее, пока все чисто. Конечно, расслабляться не стоит. У нас уже, да, висит урожай, он созревает, поэтому работать с химией мы сейчас не можем. Последняя обработка системными препаратами у нас была больше трех недель назад. Но сейчас мы будем работать только термофильным чаем. И последний раз, кстати, термофильным чаем я проходила с недели две назад. Но, тем не менее, все чисто. И вот высоко показываем вам лист. Видите коричневое? Там было мелью. Оно ушло, а остальное чисто. Ну, как говорится, хотите верьте, хотите не верьте, я вижу результат. По болезням у нас от этого более-менее все хорошо. Конечно, расслабляться не стоит. Ну, а второе последствие очень сильных дождей, особенно после засухи, это треск ягод. Конечно, говорить о том, что мне ничего не треснуло, но это было бы вранье. Треснуло. Да, я вам говорила о том, что поливы регулярные, они треск предотвращают. Разумеется, не на 100%. Нам очень сложно рассчитать вот эти дозы. К тому же я сейчас между двумя участками все время езжу. И полить возможность было не всегда. Тем не менее, после вот таких дождей, да, ягоды есть треснутые. Сейчас мы с вами даже гроздочку посмотрим. Я, конечно, уже треснутые ягоды повырезала. Вот только здесь, наверное, остались. Сейчас мы найдем. Вот, смотрите. Вот она, ягодка треснута. Это паланга. Одна на всю гроздь. Ну, здесь гроздочка не плотная. Я потом вам еще кое-что по треску расскажу. Ну, вот эта гроздочка целая. Как правило, как правило, трещит то, что в плотных гроздях. И трещат ягоды с тонкой шкуркой. Ну, как бы от того, что треснула одна-две ягоды в грозди, например, ставить крест на сорте было бы неправильно. Тем более, учитывая экстремальные погодные условия. Я не помню ни одного года, чтобы было ну вот так экстремально. Но этот год он какой-то уникальный. Экстрим на экстриме. Вот, смотрите, еще одна гроздочка. Ну, вот здесь треснуло две ягоды. Еще потом кое-что поясню. Ну, тот же треск, если он не связан с поражением аидиума ягод. Потому что когда ягоды поражаются аидиумом, на них появляется такой серый налет, и аидиум не дает возможность вообще шкурке растягиваться. Поэтому ягода трещит. Так вот, если не связано с аидиумом, то треск зачастую связан с тем, когда пройдет этот самый дождь, в какой степени развитие ягоды. Потом поясню, как бы, что я имею в виду. Ну, видите, есть гроздочки полностью целые, есть там, где немножко потрещало. Как я уже сказала, на треск очень сильно влияет плотность ягоды. Ну, вот, смотрите, вардува еще совсем зелененькая. Здесь гроздь плотная. Видно, что вот ягодки прям друг друга деформируют. Но здесь вообще все целенько на всей вардуве. Это у нас лепсна уже вот такая розовая. Лепсна тоже немножко треснула. Ну, что интересно, вот с одной стороны у нас грозди более рыхлые. Ну, цвела во время града, поэтому как-то опылилась. С одной стороны хуже, а вот с той стороны лучше. Там гроздочки более плотные. Мы сейчас туда перейдем. Так вот, эти рыхлые гроздочки здесь вообще треснутых ягод практически не было. Ну, даже видно, что тут и не вырезано ничего. Ну, вот в таких плотных гроздях тоже вот видно, что, да, дети формируют прямо они друг друга. И здесь, конечно, треска было больше. Ну, видите, вот при том, что я вырезала, грозди остались вполне нормальные. Ну, где-то на какой-то грозди было три ягода. На какой-то одна. На какой-то вообще ни одной. Тут как повезет. Что еще интересно. Ну, вот здесь у нас часть Свенсен Реда висит. Видите, он еще только-только готовится созревать. Его вообще ничего не тронуло. Галант синенький, но абсолютно целенький. Здесь мускат Блау тоже целенький. И сейчас я попробую, если у меня получится, то покажу вам кое-что. Берем ягодку. И вот на камеру у меня уже ничего не получается. Дело в том, что сегодня с утра, видите, еще пока ягода была в стадии горошка, я обрабатывала по фокалеросам. И он остал немножко такие вот белые следы, грозди обрабатывала, что поедем не пошел. Стали такие следы, и я их немножко протирала. И когда протирала, то некоторые ягодки, вот так они целенькие, стоило мне до них дотронуться, и появлялась трещинка. Но вот прошло некоторое время, уже видно, влаги в земле стало меньше, напряжение стало меньше, давление в ягоде. И вот они уже так не трещат. То есть те, у кого рыхлые грозди, ну, конечно, некоторые сорта тоже могут трещать. Но те, у кого гроздь плотная, будут трещать более вероятно. Хотя, смотрите, вот эта красота, это зигиребы. Посмотрите, какая гроздь плотная. Зигиреба вообще подвержен растрескиванию, может быть. Хотя я вам как-то показывала, что на стадии гороха я немножко ягодки вырезала. Дальше покажу гроздь, где видно, что я поработала. А здесь такое впечатление, что или я их пропустила, или я вообще ничего не делала. Гроздь плотная. Видим, ягодки в несколько рядов такие. Но глобального отрезка не было абсолютно. Ну, пару ягод на гроздь, я считаю, что это на уровне погрешности. Вот, смотрите, вот эту гроздочку я точно выстригала ягодки. И она вроде бы плотная, но, знаете, как вот визуально вам может казаться, что она такая же плотная, но если ее вот подержать в ручке, вот ягодки, они играют. Вот в этой ягодам более плотная. Она совсем такая. Да? А вот эта более свободная. Ну, вот несмотря на этот экстремальный дождь, экстремальную влагу, треск здесь минимальный. Хотя напомню, что все-таки он подвержен треску. Немножко потрещал мой любимец реформ. Ну, видите, вот вот я убрала. Конечно, мне надо было снять и показать масштаб трагедии, но на тот момент я не подумала. Лишнее все повырезала. Видите, что у меня в грозде осталось. На самом деле осталось много чего, и все далеко не так критично. Вообще, многих технических сортов шкурка тоненькая, и при очень сильных перепадах влажности они могут трещать. Это нормально, с этим надо смириться. Тем не менее, все-таки, наверное, мои поливы, я думаю, что помогли, потому что ну, да, треск есть, да, повреждения ягод есть. Ну, сказать, что они какие-то очень третические. Вот, смотрите, другие гроздочки показываю. Ну, я бы не сказала. При этом давайте поговорим, для чего надо убирать треснутые ягоды. Дело в том, что треснутые ягоды, особенно, когда они вот в такой стадии, видите, он уже желтеет, он уже становится ароматным. Этот сорт и так очень ароматный, дегеребы очень ароматные. И если ягодки будут треснуты, они будут привлекать ос. Соответственно, они будут дгрызать эти ягоды, они будут дгрызать другие ягоды, и может развиваться гниль. И вот тогда потери урожая могут быть существенные. А если мы сразу убрали эти треснутые ягодки, то мы сведем потери к минимуму. Ну, в следующем году, я думаю, что можно попробовать сделать небольшое прореживание ягод на стадии гороха. Тем не менее, ну, не каждый год же у нас так будет лить. Не каждый год будет выливаться столько влажности после такой экстремальной жары и сухоты. Поэтому, может быть, это будет и не совсем актуально. А вот смотрите, еще один интересный пример. Это Виктория. Многие знают, что у Виктории очень тонкая нежная шкурка, и Виктория трещит. Напомню, дождя было не просто много, а очень много. Тем не менее, ни одна ягодка на Виктории не треснула. Но я прошу обратить ваше внимание, что те ягоды, которые я вам сейчас показываю, которые немножко трещали, они уже в такой стадии созревания вот-вот. Виктория еще вот так окрашивается. В этом году мы решили ее нагрузить по полной, посмотреть потенциал. И в этой стадии конкретно эти дожди для Виктории оказались вообще несущественными. Все абсолютно целенькое. Немножко потрещала суперэкстра. Вот так вот это выглядит. Ну, суперэкстра очень ранняя, ей, в принципе, можно многое простить. Тем более, что вот-вот ее можно будет вообще полностью съедать. Вот так повреждения на суперэкстре выглядят на гроздочке. Гроздочка здесь небольшая, остальные гроздья у меня закрыты мешочками, потому что она уже достаточно вкусная для ос. Нам уже тоже можно кушать единичные ягоды. Ну, вот-вот она будет полностью готова. Поэтому, в принципе, ей тоже все простительно. Конечно, небольшие потери от дождей в виде треска они есть. Ну, что поделать. Вот такие у нас в этом году экстремальные условия. Хочется надеяться, что когда-нибудь мы все-таки скажем, что у нас хороший год. Пока вот так. Но, как видите, все абсолютно не критично. Другие сорта даже не показывают. Там все нормально, все целое. Конечно, возможности осмотреть вообще каждую-каждую гроздь нету. Может быть, где-то там еще треснула какая-то единичная ягодка. Но при достаточно близком и внимательном рассмотрении я вам показала, кто немножечко потрещал, потрещал единично. Показала интересный пример. Ну, получилось, да, не совсем наглядно с мускат блау. То есть многое зависит не только от самого сорта, но и от очень-очень многих других параметров. Вот с утра можно было взять, и оно прям в руках разрывалось. Сейчас тискало-тискало я ягоды ничего не смогла вам показать. Конечно, степень развития ягоды тоже очень сильно влияет. Если в определенный момент дождь пройдет, как вот пример с Викторией, да, ей не случилось ничего. Ну, а с другими сортами вот почему-то случилось. Лаги было слишком много. До этого жара стояла, ну, тоже невероятно, и дождей не было совсем. Ну, так сложились условия. Например, та же Лепсна, та же Паланга, я не помню, чтобы они вообще когда-либо трещали за несколько лет. Ну, в этом году вот не трещали, потрещали. Ну, а зегребы, для которого треск абсолютно нормальное явление, в этом году потрещал совсем чуть-чуть, и вообще это, ну, не критично. Ну, как-то так. Конечно, будем надеяться, что после таких массовых дождей у нас уже дальше не будет сильной суши, и опять перепадов этой влажности, поэтому дальнейшего треска у нас уже больше не будет, к тому же, скоро-скоро будем собирать урожай, так что, надеемся на лучшее. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!